Я бы начала вот с чего. Сейчас я по телевизору увидела, прошел семинар по поводу того, что нужно оздоровлять детей. И по поводу того, что наши дети, школьники теряют здоровье. И это, конечно, проблема очень большая. Предлагается самый простой путь. Здоровье, так это физкультура. Значит, нужно дать больше всего физкультуры, и все будет в порядке. Такие простые ответы, они, как правило, неправильны. Это то, что лежит на поверхности. А чтобы найти правильный ответ, нужно раскрыть сущность. Недорогу Козьма Прудков говорил, взрыв корень. Вот в чем корень того, что дети у нас в школе теряют здоровье. Вот по моему глубокому убеждению, школа – это вообще учреждение стрессогенное. Для ученика и для учителя тоже. Ученик там получает только стрессы. Вот смотрите, мы приводим ученика, дошкольника, в 7 лет мы приводим его в школу. Он ведь не попросился, он не жаждет, ну, какое-то любопытство есть. Не более того, мы его приводим. Там его сажают за стол или там за парту и говорят, сидеть нужно вот так. 45 минут нужно сидеть, не шалить, никуда не выходить. Это ребенку, который привык в другой жизни, вольной. Захотел встал, захотел ушел, захотел пришел, захотел что-то. А в школе, ооо, и он моментально попадает в вот эту стрессовую ситуацию. Ой, нельзя встать, ой, нельзя того, нельзя этого. Дальше, я рассказываю, ты слушай, слушай, запоминай, не лезь под парту, не переписывайся, не смотри в окно. И все в повелительном наклонении. Да вы представляете, 11 лет повелительного наклонения. Вот любой взрослый пусть представит себя на месте этого маленького человека. В глаголах повелительного наклонения. Да он взводит через две недели. Ну и в самом деле, мой внук, когда пошел в первый класс, он через месяц сказал, бабушка, когда это безобразие получится? Через 11 лет, видимо, да? Бабушка сказал, 10 лет. Ну, 10 лет, это по-старому. Сказал, 10 лет. И пришел в ужас. Да, и пришел в ужас. И не случайно, вот сразу увидел вот это вот, то есть почувствовал на себе вот эту слезогенную ситуацию. Вот, теперь, что касается начальной школы, то советская дидактика разработала очень хорошие программы. Это программы Давыдова-Занкова, извините, Давыдова-Илькова, это программы Занкова. Они построены на доверии к уму школьника, на доверии к тому, что он умеет рассуждать. Ну, а то, что дети, это удивительно, это гениальные существа, и, по крайней мере, до школы они нас так удивляют своим развитием, как они моментально быстро схватывают и правильно все это вот как-то соображают, это ведь просто удивительно. И когда они переступают порог в школу, вдруг непонятно куда, что девается. Если моя внучка в 4 года мне рассказывала, бабушка, вот этот берег моря раньше был 100 миллионов лет назад горой, а потом она упала, ну, как-то по-своему она мне рассказывает вот это вот мировоззрение, мировоззрение свое, да, мировидение. И вдруг она поступает в первый класс, имея за спиной уже год художественной школы, значит, рука достаточно твердая, вдруг она не умеет написать палочки и крючочки. То есть настолько ребенок попал в ситуацию в такую, что он не может сделать не потому, что он не интересуется, не потому, что он тупой, а потому, что не было того подхода, значит, не нашли какой-то подход к ребенку. Но это же не единичный случай, то есть это массово. Просто я привожу этот случай в пример, чтобы понятно было, потому что просто так разговор без примеров он беспредельный. Вот. Теперь, что касается вот еще момент, когда ребенка отдавать в школу, вот это вот любознательность-то у них уж очень рано развивается, да, и они познают мир, и такие удивительные вещи. Ну, почему-то, да, они там лет 4 уже почему-то. Да, даже может и раньше. И они такие удивительные вещи выдают. Просто вот, ну, восторг вызывает. И взрослым кажется, ой, так давно надо их уже учить. Ну, вы знаете, я вот скажу, французский психолог, он, наверное, можно сказать, основоположник в психологии детского возраста, он еще тогда исследовал и говорил, что до 7-7,5 лет у ребенка еще зачаточное мышление. Как бы оно нам не казалось соответствующим школе, нет, нет. До 7-7,5 лет ребенка в школу отдавать нельзя. Кто бы как не хотел. Как бы там за границей не было, это их дела. Мы своих детей должны щадить. Вот этот вот переходный возраст от 6 к 7 очень большое значение имеет. И нужно дать яблочку вызреть. Нельзя срывать зеленую. Отдавать не раньше 7 лет. В общем-то, психологи все время говорили педагогам, нельзя учить на готовом знании. Нельзя давать ученику готовое знание. Надо, чтобы он его добывал. А добывал деятельности, учебно-познавательной деятельности. То есть роль учителя не в том, чтобы выйти к доске с указкой и мелом и рассказать. А роль в том, чтобы организовать такую учебно-познавательную деятельность, в результате выполнения которой ученик приходит к выводам сам. Самостоятельно. Вот что нужно делать. А не просто так вот. Это непростая задача. Да, непростая. Ребенок же не может знание из воздуха родить. Нет. То есть ему это знание надо дать. Знаете, вот я приведу такой пример. Я иногда так учителям предлагаю такой пример, чтобы они убедились, что деятельностный подход – это единственный правильный подход. Вот маленький ребенок начал становиться на ножки. И нужно, чтобы он сделал первый шаг. Что вы делаете? Вы посадите его на диван и станете рассказывать. Вот смотри, как я вожу. Нужно согнуть ногу в колени, переставить, перенести тяжи с тела и так далее. Читайте ему лекции. Он смотрит на вас. С графика. Скачил с дивана и пошел. Такого же не бывает. Почему же мы от ученика-то добиваемся этого? Я объяснила, а ты тебе, вот, давай, шуруй. Теперь, что мы делаем с этой ходьбой? Мы поставили ребеночка на ножки, отошли и начинаем его привлекать. Ну-ка, давай, ну-ка, иди. Ну, иди ко мне, иди ко мне. Игрушечку или просто просим. И он, не задумываясь, шагает. Он действует, не задумываясь над тем, что надо делать. Он просто к вам стремится. Как он это сделает? Это его уже дело. Он делает это и тем самым учится. Вот то же самое в школе. Нужно предъявить такие задания посильные ученику, в результате которых он вдруг откроет для себя что-то. И вот для меня, как для учителя, как для экспериментатора, всегда было сладостный момент на уроке, когда я ученикам даю один вопрос, другой вопрос, третий вопрос. И вдруг они ко мне обращаются и говорят, ты, Михаиловна, а оказывается, вот это вот оказывается, это настолько приятно, значит, они дошли. Вопрос в связи с этим получается, ну хорошо, вот еще чуть назад вернемся. Ведь знание, да, наука, она без понятий, без определений, без смыслов, она выхолощивается. То есть вот это новомодное представление о мире, пустое на самом деле, где нету понимания сущности элементов этого мира, где нету возможности, вот ребенка, вот у меня, например, яркий пример, читаем природоведение, и ребенок не может объяснить сущности того, что он прочитал. То есть он не может объяснить только что прочитанных слов. То есть все-таки определения, смыслы, они каким-то образом должны возникать в процессе обучения. Откуда они берутся в вашем случае? Вы знаете, вот что касается вот того, что ученик читает и не понимает, это как раз беда нашего времени, что учебники пишут авторы, которые пишут о науке, а нужно писать книгу для ученика, для ребенка. Да. Определения. Определения, они могут возникать в процессе, в учебном процессе. Ну, в книге, конечно, там дается определение, хотя вот в нашей дидактике советской есть такая теория развития понятий. Значит, это развитие понятий идет по ступеням. Сначала идет, набирается какой-то материал, вот такое вот как бы предварительное введение в понятие. Потом обобщение и даем определение понятию, а потом развитие. Вот, например, такое понятие, как оксиды. Вот характерный пример. Значит, что мы делаем? Мы сжигаем в кислороде уголек, получаем углекислый газ, мы сжигаем железо, получаем оксид железа, мы сжигаем серу, получаем оксид серы, фосфор, оксид фосфора. Вот мы это проделали. Получили оксид, оксид, оксид. Значит, мы можем эти вещества объединить в единое понятие. Мы, видите, с чего начали, с опытов, с генезиса, откуда возник оксид. И, между прочим, об этом еще говорил Кант, что какое-то явление или предмет, какое-то понятие через возникновение. Через возникновение, там он говорил Круг, что если дать понятие Круг, так нужно, чтобы рука пошла по кругу. То есть нужно вот это начертить, тогда понятно будет, что вот он радиус, и вот одинаковые точки от центра отстоят. На ниточке, да? Да. Понимаете? Вот возникновение. И это очень правильная мысль. Мы изучили, то есть мы представили оксиды через опыты, через реальный объект. Это то, что мы изучаем. То есть химия изучает свой объект. Объект – это вещество. Оно существует в реальности. Вот эту реальность-то. И любой предмет изучает реальность. И прежде всего она восходит. И тогда она укладывается в мироощущение, в мироздание и так далее. Теперь я даю им раздаточный материал с оксидами, с разными. Вот вода жидкая. Вот оксид азота – бурый газ в пробирочке. Вот оксид углерода в пробирочке – бесцветный газ. Вот оксид алюминия – беленький порошочек. Вот буренький порошочек оксид железа и так далее. Даем образцы. И эти образцы начинаем описывать. Мы описываем, что видим. Ученик описывает, вернее. Учитель только дает задание. Он увидел, написал формулу, проник в его состав. Он отразил цвет, агрегатное состояние. Учитель дал ему температуру плавления. И так по каждому оксиду. Теперь по температуре плавления они могут предсказать, это уже в таком периоде, что они могут предсказать, состоит это вещество из молекул или нет, или из атома. И они отражают вот это. Строи молекулярные, не молекулярные. Молекулярные сами. А теперь, ребята, сопоставьте вот эти характеристики. И нужно вычленить нечто существенное в этих характеристиках. Что характерно для этого? Вот идет процесс обобщения. Что они видят? Цвета разные. Агрегатное состояние разные. Строение разное. Температура плавления разная. Нет существенного признака. Единого. Ну, ребята, посмотрите внимательнее. И вдруг они видят, что, а оказывается-то, вот это вот слово, а оказывается-то, Каждая из них состоит из двух элементов. И обязательно один атом кислород. Вот они сделали этот вывод. А теперь давайте, ребята, сделаем определение. Определение такое. Даю схему. Значит, мы даем объект понятия. Дальше мы даем существенный признак. Извините, род. Ближайший род. И дальше существенный признак. Значит, мы увидели этот состав понятия, значит, оксиды понятия, да? Ближайший род веществу, это вещество. Дальше что мы еще укажем? А то, что это вещество... Нет, состоит из двух элементов. И обязательно там присутствует атом кислород. Он существенный признак, и это дети сформулировали в виде определения сами. Вот чувствуете, что значит деятельностный подход. То есть не зазубривание, а понимание сущности. Вот то, что говорил Кант, вот это вот генезис, откуда что достигло. Насколько преподаватели готовы к такого вот, готовы так вести урок? Значит, про преподавателей могу сказать так, что очень многие интересуются именно моим этим подходом. Но здесь, конечно, большая ломка стереотипа. Это всегда тяжело. Значит, учитель понимает пользу этого, ну, подавляющее большинство учителей, пользу такого подхода. Но они говорят, одни говорят, ну, я уж привыкла к Габрилиану, это плохой учебник, но я привыкла к нему. Или говорят, ну, знаете, я бы, конечно, взялась, но это же надо переделывать себя. Это тяжело. При теперешнем состоянии школы, когда педагог загружен так несущественными работами, несущественными обязанностями, когда он обязан собирать всякие бумажки, чтобы повысить свой рейтинг и, соответственно, зарплату... Писать кучу отчетов непонятно кому и зачем. Да, да. То есть даже в советское время, когда было много, в общем-то, бумаг и отчетов, такого обилия не было. Поэтому ругать учителей, что вот они не берутся за новый метод, ну, просто вот рука не поднимается, их можно только понять. Но, с другой стороны, насколько этот метод, он, ну, скажем так, для действительно увлеченного и беспокоящегося в качестве образования учителя, он, ну, скажем так, легок в освоении? Ну, не легок. Не легок. Знаете почему? Потому что учитель привык объяснять, это же быстро. То есть вышел, рассказал, все, выполнил программу. Учителю тяжело дать задание, дать возможность выполнить и дождаться этого выполнения. Задать вопрос и дождаться ответа. Вот недавно я была в Саратове и давала сама урок показательный, чтобы показать учителям, как эта методика действует. С незнакомыми детями, да? И получается, везде один и тот же эффект. То есть учителя говорят, да, вот это подход. Это сразу видно, что ученики работают в поте лица и с великим интересом. Это во-первых. Во-вторых, учитель их не подгоняет. И вот учитель... В удобном для себя... В удобном ритме. И учитель отмечает, ну надо же так, вроде вот, ни шатка, ни валка, вальяжный идет урок, а успели так как много. Потому что работа-то была интенсивная. И учителя вот в Саратове еще раз мне сказали, вот я задам вопрос, а они не отвечают. Ну я уже готова к доске бежать и написать сама. И вот это для учителя самое трудное, переломить себя. Он волнуется, что, ой, я сегодня не уложусь, и хочется вот этого. А тогда эффекта он не достигнет. И в помощь учителю мной написана подробнейшая методика, называется «Новая технология обучения химия». Там подробнейшим образом урок за уроком. Какой вопрос. Прямо к учебнику, да? Да, какой вопрос, в каком месте, какой опыт, как его обсудить, не объяснить, обсудить с учениками. Какие вопросы поставить, какие упражнения дать, что, зачем. И подробнейшим образом из моей собственной практики. По факту получается, Людмила Михайловна, что вот ваш подход, он, ну, если не абсолютно, то очень близко укладывается в предложенную концепцию новых стандартов. Конечно, конечно. Ну, парадоксально то, что вы стандарты ругаете. Вы знаете, значит, стандарты я ругаю в том смысле, что там есть большие недоработки. Вот нам нужно снять, во-первых, концентры. Видите ли, вот восьмой, девятый класс, это вся химия, которую мы проходили за четыре года раньше. Значит, в каком-то усеченном, урезанном состоянии нужно дать в восьмом, девятом классе. Значит, и основы неорганической химии, и основы органической. Это такие огромные разделы, которые раньше давались органика целый год, неорганика целый год. И это было правильно. Теперь мы вынуждены вот это всё стоптать в эту кучу, и правильно вы говорите, по верхам. Поэтому дети не успевают этого всего усвоить. А дальше в десятом-одиннадцатом они в профиль уходят, и уже никакой химии у них головы не остаётся вообще. Одиннадцатом, мало-то, что в профиль, там же ещё называется обобщающий курс. Но там органика, да, там один год органика, второй год обобщающий курс. Но поскольку они здесь, в восьмом-девятом, не усвоили как следует, не успели, то в одиннадцатом классе обобщать просто нечего. Тем более через год. Да. И фактически сейчас дети выходят с таким нулевым багажом, вот когда начинаешь общаться с выпускниками, то просто вот душа разрывается за детей, что им не дают образование. То есть из-за того, что неправильно построена сама процедура, мы на сегодняшний день утыкаемся в автоматическое, фактически, репетиторство по итогам школы, если нам нужна химия. Да, совершенно точно. То есть это как бы неизбежная ситуация. Причем репетитору очень сложно работать. Я сама репетитор. Я сама этим занимаюсь и всегда занималась, потому что детей надо спасать. И если еще кто-то там учится в институте, то это только благодаря репетиторству. То есть вот это вот образование в обществе возникло не случайно. Оно востребовано обществом, родителям, потому что родители понимают, что дети в школе недоучены. Значит, нужны репетиторы. И если хороший репетитор, то он может дать то, чего не дадали в школе. Чем родитель, в принципе, мог бы не только прийти и хлопнуть рукой по стулу и сказать, хочу по такой программе. Чем он может, в принципе, помочь? Как он может замотивировать педагогов взять, скажем, вашу методику и по ней работать? Как он может помочь при взгляду в учебном процессе? Сейчас ведь и учителя находятся в такой ситуации, что не распишешься взять какой-то учебник, который тебе понравился. Мы считаем, что ваш учебник в министерском избирищне, то есть он имеет право его взять. Это связано на ответ с вашим вопросом. Учитель хотел бы взять, но не имеет возможности, потому что администрация выбрала свой список федеральный, хотя никто не имеет этого права. Скажем, в Питере свой федеральный список. И они из тех 15 или 17 линий, они выбирают три. В принципе, это правильно, хотя это противозаконно. Администрация города или региона, в общем-то, должна как-то помогать учителю в этом многообразии разобраться. Это оправданно. Но, да, если это правильно делается. Но ведь, опять-таки, чиновники чаще всего работают с теми учебниками, чьи издательства ему близки. Я рекомендую учителям обращаться в родительский комитет. Если родительский комитет, если учитель объяснил, почему этот учебник лучше, чем тот, по которому я раньше занималась, родители убеждены, убедились в этом, и они могут постановить. Были еще и другие ситуации, когда сам родитель приходит и говорит, вот учебник, по которому я хотел бы, чтобы вы занимались. Но, знаете, вот насколько учитель еще готов к тому, чтобы перейти на новую технологию. Но сейчас... Чем родитель может помочь? Сейчас, вот, понимаете, сейчас такой для родителей благоприятный момент, что приняты стандарты для девятилетки, они уже приняты стандарты с деятельностным подходом. И родитель всегда может сказать, вот этот вот учебник полностью соответствует стандартам, потому что он с деятельностным подходом. И я хочу, чтобы вот школа взяла этот учебник, и чтобы дети занимались по нему. Продолжение следует...